Я спрошу, у вас вопрос какой есть? А то я ухожу сейчас из сети. Да, хорошо, давайте спрашивайте. Я православный христианин, проповедник, миссионер. Мы опустились в эту тьму, в эту рулетку, чтобы людям рассказать о Боге. Если какие-то вопросы, задавайте, а то я сейчас уже ухожу. Да, хорошо. Знаете что, вы запишите, я скажу, у нас большие ресурсы, называется «Во свете Библии». У меня там 14 тысяч роликов «Во свете Библии», Игнатий Лапкин. Хорошо, единственный вопрос. Что для вас Бог? Это вопрос задаете? Да, что для вас Бог? Бог – всё. Всё и во всём Бог. Господь, Святая Троица, жертва Иисуса Христа, спасение в Нём, жизнь святая, водительство Духом Святым, рождение свыше, всё в Боге, всё от Него. 15-5 Евангелия Тяна, Господь говорит, без меня не может делать ничего. И поэтому мне Господь позволил в жизни прожить так, как только Бог может назначить. Я прошёл пять тюрем за Слово Божие, не просто так. Я весь изверченный и скрученный. Пять раз в тюрьме сидели? Да. Это Господь за Слово Божие, за проповедь. Сколько преступников обратилось. Мы строим с нуля православную деревню, без Бога это невозможно. Я был начальник детского лагеря, образовал лагерь, 45 лет. Тысячи детей без помощи государства отдохнули. Это вы найдёте на наших ресурсах во свете Библии. Просто зарядите во свете Библии, чтобы не забудьте. Игнатий Лапкин. Восвете Библия, как его зовут? Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да. Я бы показал, как это написано, но тут не разрешают показывать. Почему? Сразу забанят. Да? Да. Не понял. Нельзя показать. На пальцах можно показывать. Вопрос. Бог как овестивание какого-то облиза или это всё такое? Нет. Бог вечен. Безначальный, единосущный, вездесущий. Нигде его нельзя найти вместо, чтобы Бога не было. А как? Никак на веру. Просто должен понять. Синоним. Синоним к своему Богу. Нету синонима. Нету. Любовь. Бог есть любовь. Синоним. Бога любовь. Не Бог синоним чего-то, а синоним Бога. Любовь ко всем. То есть интерпретация слову Бога другими словами – это любовь? Нет, это не другими словами, а его главное качество, свойство, так сказать. Вы должны запомнить одну фразу, это моя наработка. Бог никогда никому ничего не прощает за так. Возмездие за грех – смерть. Ибо этому за грехи умер Христос. До Христа 5508 лет от Адама было. И никто в рай не попал, ни один человек. Почему? Жертва за грех. Все грешники согрешили, все до единого. И Сын Божий Христос взял на Себя грех мира и понес его. Мы омываемся кровью Христа незримо. Вот в чем суть вся. Бог – это моя радость, мое спасение, мой путеводитель. У Него 500 имен в Библии. Виноградная лоза, пастырь, дверь овцам. Это все его имена, качества. Все какие-то положительные вещи, связанные с… Написано так. Всякое доброе даяние от Отца Светов. А если он мусульманин, а если он фашист, а если коммунист, не имеет значения. Добро делает это от Бога. От Бога, от Бога. Хотя он сам и не примирился. Это Бог, Бог – это значит не где-то в внешнем, а это значит Бог вот здесь. Добро. Бог везде и всюду и в нас. Давыд говорит в 138-м псалме. «Переселюсь на край неба и там ты. Еще я не родился, не было ни одного дня. А у Бога записаны все до последнего дня, что я буду делать, думать, мыслить. Притом грех. Что такое грех? Грех – это отущение от Бога. Адам согрешил. Ну и что? А что я его сделала? Плод сорвала, больше ничего. И за это уже умерло больше ста миллиардов людей. Вот поэтому жертвы Христа. К другим никак мы не относимся. Они сами за себя ответят. Деяния апостолов 4.12 говорится. «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». В другом месте написано. «Никто не может к Отцу прийти, как только через Меня, Христос говорит. Кто не имеет Сына, Христа не признает за Бога. У того нет и Отца. Поэтому они сами пусть решают. А если они по-другому говорят, у них другая книга. Галатам 1 глава 8-9 стих. Кто будет учить не так, а нафема? Все. Я христианин. Я не послан опровергать какие-то книги, а проповедовать Евангелие. Проповедовать Евангелие. Окей, хорошо. Дорогу на этим увлекаетесь. Так, не забудьте, что я вам сказал. Заходите на наш YouTube «Восвяти Библии». А если добавите «Восвяти Библии» сайт, зайдете на сайт. Он огромный сайт. Там мои книги и все. А отдельно «Восвяти Библии форум» зайдете на форум. Мой мир. Зайдите, Игнатий Лапкин. Я один там таким. В интернете я один по такой фамилии и именем. Игнатий Лапкин. Вот. Или если по скайпу, Игнатий Лапкин, зарядите по скайпу. Тогда я вам все ресурсы дам, побеседуем. У нас все выставляется. Вот вы сами себя увидите когда-то. Что вы, вот как разговариваем, в интернете будет стоять. Еще? Да, ну хорошо. Хорошо, сейчас зайдите. Я могу даже позаботиться, чтобы завтра уже ролик стоял. Хотя очередность придет только через год. Ради вашего отношения. Да нет, нет, нет. И вы с товарищами можете посмотреть и сказать, вот как мы беседовали. На самом деле, я не особо воспринимаю религию, но я понимаю, что под словом «Бух» связано очень много не как образов, а связано каких-то чувств очень много. То есть, для меня Бог – это не что-то существующее, а какой-то добродетель. Нет, это Бог – сущность. Мы молимся, отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на этот день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Личность, это Лев Толстой не признавал личность, он еретик был. Это Твое, Твое, личность, ты, ты. А как вы узнаете? Я молюсь Ему, Богу, живая молитва, от живого рожденного свыше человека к живому Богу. Я получаю, что прошу. Притом совершенно невероятные вещи прошу, божественные. Ну, люди знают, которые близко около меня. Вот мне надо выкупать первую книгу, у меня 38 томов вышло из печати. А денег нет. У меня ночью и два священника. Я говорю, давайте, братья, помолимся. Мне нужны деньги завтра выкупать. А откуда? Я понятия не имею. Ну, да как так? Я Богу доверяюсь. Как так? Как я Богу назначать буду? Мне нет денег. Вот в настоящий момент, на 1 марта 2019 года, за 35 лет стажа, у меня пенсия 8141 рубля, 303 копейки. Меня так государство наградило. Сколько тысяч? 8141 рубля, 303 копейки. Это где-то 145 долларов за месяц. Вообрази. Я живой не ропщу. И вот давай мы помолились. Легли спать, часы в два прошло, звонок, а у меня стационар, телефон. Алло? Это Россия? Я говорю, да, Россия. А вы не в Барнауле? Я говорю, в Барнауле. О, это как раз мы вас ищем. А что? Нам сказали у вас церковь во имя Климента названная. Я говорю, нет, это не церковь, а лагерь. Я начальник детского лагеря, 45 лет. Начальник. Климент. Вот у нас умер дядя Климент. И говорят, молитва лучше слышится там, где храм во имя Климента. Ну, люди придумывают. Мы вам деньги вышли через Вестон и Ион. Священники слышат, а вы и знали? Я говорю, нет, из Сакраменто. Я не знаю даже людей. Утром иду, уже получаю, деньги готовы. Чудеса. Чудеса. Дальше. Эта книга была не первая. А первая у меня книга стихов вышла. А денег-то нету. И вот у нас одна сестра, Егоренко Надежда Павловна, она упала, у нее повредила руку, а потом раковая опухоль. И она едва говорила. Я пришел и говорю, Надежда Павловна, ты когда умрешь, ты причащалась, ты спасешься, Бог тебя спасет. Пройдешь мытарство, ты подойди к Николе Чудотворцу. Он любит помогать, золотишко подкидывать, чтобы мне помог. А люди-то все слышали, я объявил в общине, молятся. И вот уже 39 дней, как она умерла, а 40-й день, это уже душа заканчивает мытарство, уже входит в рай. Есть ответ, я говорю, нету. 40-й день, люди спрашивают, я говорю, ничего нету, значит, неизвестно. И вдруг полдня стучит в день человек. Человек. Я закончу, человек приходит и говорит, вы нуждаетесь в деньгах, я слышал. Я говорю, да, мне книгу покупать. Я дам, но под одним условием, чтобы никто никогда не знал, что я у вас был, он предприниматель. И он мне деньги вытащил, я поехал купил. И в газете «Экспресс» было написано «Помощь того света». Это Бог делает, Бог делает. Представьте, со своими книгами мы проехали от Владивостока до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию. 650 городов. Я подарил на 35 миллионов книг своих, 650 библиотек. Это Бог делает. Еще у меня вопрос, а как подносить к смерти? Что такое смерть? Смерть – это грань, когда человек оставляет свое тело и переходит одной душою. И где он будет, в раю или в аду? Вот меня побудило к этому сильно искать. Я в армии посмотрел фильм «Отверженный» Викторий Гуго. Там главный герой Викторий Гуго – «Отверженная», «Ле мезерабле». Вот конкретно. Там, говорит, не было ли другой цели – спасти не жизнь, но душу меня буквально пронзило. Я несколько раз фильм посмотрел, книгу достал. И вот после армии, это в 62-м году было, 27 сентября, в 17.00. Я сошел на берег с корабля. Я на Балтике работал. И в это время Господь меня поймал. Я любил старушек. Мне 23 года, а я их любил. Помочь где-то прийти, что-то сделать, над снег скидать, дроп напилить. И меня на этом Бог поймал. Идет бабушка, несет сумки. Я подскочил к ней. Баба, тебе давай помогу. А дорогой разговаривались. А у вас где-то молятся здесь. Я с детства был верующий, но Евангелия не знал. Она показывает дом, говорит, а вон впереди дом. Там какие-то люди собираются. Она не знала, что это баптисты. А я-то из старообрядцев. Ну, я ее донес, к ним зашел. А я уже по-латышски разговаривал. Мне Бог дал знания разных языков. И когда подошел один человек, говорит, «А кто вы такой?» Я говорю, «Моряк вот здесь». Но я говорю, не понимаю, что говорит проповедник. Как не понимаете? Так вы же говорите. Я говорю, эти слова я не понимаю. Я не встречал в разговоре нигде. У меня язык-то не родной. А он говорит, а вот дверь, это в русское собрание. Пройдите. Когда я зашел, там русские молятся. Я и там не понимаю. Там блаженный нищий духом. Ихие царство небесное. Что такое блаженный? Это же нигде не встречается. Нищий духом. Нищий – это поберушка. Бомж. А тут нищий духом. Я не знаю. А у меня в это время такая перспектива выйти за рубеж. Я добился разрешения в училище три курса за год сдать. По одному из трех на странах языков. Понимаете, у меня какая перспектива? Сила, мощь во мне. Я все время спортом занимался. И вдруг Евангелие мне в руки дают. Я понял, я нищий, слепой и не нужен никому. Я все книги связал и в погреб бросил. И вот 56 лет я иду, несу это иго. Тюрьмы, лагерь, гонения ради Бога. Ради моего Бога. Он – любовь. Он меня преобразил. Помолились первый раз. Я встал и гляжу на себя. Вот который встал и который встал. Это два разных человека. И только на корабль лоцманский такой, который катерок приходит, я переступил через фальшборт и говорю первому матросу. Мы живем неправильно. Надо вот так делать. Христос так учил. А сам еще только чуть-чуть узнал. Но уже через 3,5 месяца я был на кафедре, проповедовал. Это Бог сделал. Это Господь меня. Вот представь себе, я вязал книги и 70, примерно, процентов раздал бесплатно. Это что? И книги, имеющие возрождающие действия на заключенных, на любого человека. Ну это даст, так сказать, даст свои последствия хорошие. Ну вот мне 80 лет. Что спрашивать-то? Я закончил путь свой. Мы не думали сегодня встретить здесь, в этой рулетке, нормально, чтобы с кем-то поговорить. Там уже второй человек сегодня. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Не помню. И если в скайп зайдете, только имя, фамилию, и скажите, мы с вами разговаривали вот там-то. Я постараюсь, может быть, даже второй ролик сегодня поставить. Вот этот вот. Вас как звать? Меня зовут Илья. Илья. А вы знаете, что такое? Переводится как? Запишите. Бог моя крепость. Илья. Это по-еврейски. Бог моя крепость. То есть, для тебя не надо рассуждать. Бог твоя крепость. А я не верующий. Да ты что? Нормально разве это? Бог твоя крепость. Тебе имя-то дали пророка величайшего. Будь достоин его. Бог моя крепость. Хорошо. А когда говорят Михаил, там слово Ил, Илья Ил. Это никто как Бог. То есть, кроме Бога никого нет. Вот Михаил Горбачев. Никто как Бог разрушил калгомерат, империю лжи и зла. Богу слава. Ну что, расстаемся? Доброй ночи вам. О, день начался у нас. День уже идет. Хорошо. С Богом. До свидания. Храни Господь. Богом.